Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. В этом ролике я показывал приготовление стейка с перечным соусом. И в числе прочих ингредиентов использовал красный концентрированный бульон. Многих эта штука заинтересовала, и сегодня покажу, как я его готовлю. Вариант, который вы сегодня увидите, это не совсем стандартный домигляс, про который можно прочитать Юйс Кофе или посмотреть в интернете. Отличия есть, и они существенные. О них в процессе расскажу. Поехали! Для его приготовления нам понадобятся мясные кости с обрезками, мясная обрезь самого непрезентабельного вида и овощи. Морковь, лук-порей, помидоры и обычный репчатый лук. И самый главный ингредиент – сухое молоко. Соотношение такое. На 1 кг мясокосной смеси примерно 200 г овощей. Овощи берем поровну. Каждого вида лука по 50 г, морковь и помидоров тоже по 50. Но это примерное соотношение. Идеальная точность здесь не важна. Что такое концентрат бульона вообще? Например, любите вы пить чай с 2 ложками сахара? 2 ложки – это 10 г. Сахар вымывают, выпаривают из сахарного тростника или сахарной свеклы. Из 100 г свеклы получаются как раз те самые 10-11 г сахара. И вот представьте себе, пьете вы свой стаканчик чая вот с стакенным куском свеклы. Равноценная замена. Вот точно такая же неравноценная замена получится, если мы при приготовлении соуса вместо концентрированного бульона будем использовать исходный продукт. Демигляс – это концентрированный красный бульон. Красный бульон готовится из зарумянинного мяса, из зарумянинных костей. Для чего всю вот эту вот красоту доводят до корочки в духовке? Что такое коричневая поджаристая корочка? Это продукт реакции карамелизации и реакции Майяра. Реакция карамелизации происходит с сахарами при нагревании. Реакция Майяра с аминокислотами в присутствии сахаров при том же нагревании. Для красивого насыщенного цвета бульона и мощного сильного аромата нам нужно получить продуктов этих реакций как можно больше. Агюст Эскофье не знал про реакцию Майяра, поэтому он готовил Демигляс, просто запекая в духовке овощи, обрезки костей и сами кости. И я, глядя на опыт замечательного повара Хестена Плементария, начал по сходной с ним методике, он готовит бульон из птицы, готовить также красный бульон. Сахара для карамелизации у меня в луке, моркови и помидорах, аминокислоты в мясе, а сахаром для реакции Майяра я воспользуюсь молочным, лактозой, которая содержится в сухом молоке. Убираю в духовку, там 200 градусов. По меткам выражения Хестена, добавить сухого молока к мясу, это все равно, что плеснуть бензин в костер. Надо подождать, когда все как следует зарумянится. Я напомню, мы же все затеяли ради румяных корочек, причем корочки должны быть со всех сторон, поэтому за время готовки можно разочек-другой даже перевернуть другим бочком к жару. Не надо относиться к этому рецепту как к какому-то сложному блюду, все готовится между делом. Купили мясо, срезали его, котлет наделали, кости остались. Забросьте их в морозильник, пусть лежат до лучших времен. Набилась полная морозилка, жил, костей, обрезков, надо их освобождать. Достали, забросили в духовку, зарумянили. Ну вот смотрите, что у меня получилось из этих обрезков примерно за час. Вот какие пожаренные кости и мясо, перекладываю их в кастрюлю, ну и овощи, конечно, тоже. На дне этой посудины скопилось много продуктов реакций, все это надо старательно снять. Для этого добавлю кипятка и деревянной лопаточкой сниму весь этот нагар. Сейчас вся кухня пропитана ароматами поджаренного мяса. Весь растворенный мясной сок, все продукты реакции, сливаю к мясу в кастрюлю. Наливаю воды в кастрюлю. По весу примерно столько, сколько же здесь мяса, костей и овощей. И оставляю вариться часов на 4, на 5, а то и на 6, как к холодцу, в общем. По мере выкипания воды нужно добавлять кипяток, так чтобы все кости, все обрезки были постоянно покрыты бульоном. Главная задача на этом этапе – выварить из мяса и костей все вкусы и ароматы, при этом не испортить вкус. Что его может испортить? Сильное кипение, при котором жиры, которых здесь более чем достаточно, омыляются. Да, и не забивайте себе голову точным временем и прочим. Есть у вас пара часов, поставили, пусть варится. Надо уйти, выключили, потом продолжите, когда время появится, хоть на следующий день. Только храните в промежутках все в холодильнике, чтобы не забухтело ничего. Бульон вчера варился во второй половине дня часов 4, может быть 5, а может даже 6. Я не засекал, честно говоря, время. Самая важная задача была, я повторюсь, для того, чтобы не мясо там сварилось, не кости сварились, а чтобы выварить из костей и вот этого мяса все ароматы, весь цвет, все продукты реакции Майяра в бульон. Поэтому я постоянно подливал воду, когда она только пускалась ниже уровня продуктов, до того уровня, что продукты все время были в воде. То есть главное было не выкипание, не концентрация этого бульона, а вываривание всех продуктов, всех вот этих продуктов реакции Майяра из косточек, из вот этой румяности в бульон. Сейчас это уже произошло. Ночью он у меня простоял в холодильнике, ночью, понятно, не готовил. Сейчас я его опять подогрел до жидкого состояния, и сейчас его нужно процедить. Надо процедить и выдавить из него все до капли. Старательно, лопаточкой. Видите, какой цвет. Сейчас бульон горячий, а с него надо снять весь жир. Сделать это проще, когда он остынет, как с холодца. Сразу после снятия жира этот бульон можно использовать. Он уже готов, он уже потрясающе пахнет. Вся кухня заполнена ароматом доброй сотни жареных классных стейков. А можно заморозить, но у меня морозильник небольшой, поэтому я продолжу концентрировать. Ну вот, смотрите, весь жир застыл. Снимаю его. Вот теперь осталось выпалить его. И тут можно сделать огонь посильнее, потому что жир мы убрали, и омоляться нечему. Но все равно кипение не должно быть чересчур сильным, потому что тогда и аромат улетучивается чересчур быстро. Выпаривать бульон нужно до тех пор, пока его объем уменьшится раз в 4, в 5. Хотя на самом деле не в 4, не в 5. Тут ситуация такая. Я же не знаю, сколько бы вообще всего положили туда костей, овощей и сколько воды. Поэтому смотреть нужно не на количество, сколько осталось бульона, а на его консистенцию. Тогда нужно выключить будет бульон, когда он станет карамельным, когда на ложке он будет оставаться следом, таким насыщенным, как будто масляный. Вот это вот самое то состояние. Ну вот мы и добрались до завершения. Смотрите, как он окрашивает стенки костюля или ложку. Здесь сплошная карамель. Переливаю его в эту маленькую посудину. Вот в этом небольшом объеме собрался вкус и аромат добрые сотни огромных поджаристых стейков. Домигляс можно готовить также из птичьих костей и обрезков. И совершенно не обязательно для этого брать именно сырые кости. Например, готовили курицу, как вот в этом ролике, осталась куча костей, уберите в морозилку. Готовили суп, как в этом ролике, тоже кости в морозилку. Но для вот этого бульона, для этих бульонов, для этих бульонов, у них скопилось уже тонны километра, как раз-таки лучше использовать не мясо, а как можно больше костей, обрезков, так, чтобы площадь у них была как можно больше. Чем больше площадь, тем больше будет прижаренных поверхностей, тем больше будет продуктов реакции Майяра, тем более насыщенным у нас получится бульон. Вот этот бульон я готовил примерно неделю назад. На его изготовлении у меня пошел набор, в котором мясных обрезков и жил было значительно больше, чем голых костей. И румяну в духовке значительно сильнее, почти до черноты. Поэтому и бульон получился почти черный, со значительно более сильным запахом. Кости для сегодняшнего бульона я до такого состояния не доводил, поэтому он имеет более привычный для классического демельляса цвет. Как вы поняли, степенью прожарки и соотношением обрезков и костей можно регулировать цвет и силу аромата этого концентрата, подгоняя его по своей вкусу. Соль можно добавлять, можно не добавлять. Это консервант и соленый хранится дольше. Время хранения зависит и от частоты посуды. Постерилизуйте банку перед заливкой бульоном, и он у вас год простоит, если раньше не используете. Вот этот бульон я разогрел в микроволновке, чтобы показать насыщенность и его цвет. Видите, он практически непрозрачный. Заставайте демельляс при комнатной температуре. В каких соусах его можно использовать, кроме перечного, буду показывать в новых выпусках кулинарной пропаганды. Да вообще, смелее экспериментируйте на кухне, все у вас получится. Подводя итог, не относитесь к этому концентрированному бульону, как к рецепту, для которого нужно специально бежать в магазин. Остались у вас какие-то кости, обрезки, забросьте их в морозильник. Появится время, запечете их в духовке. И опять можно хранить в том же холодильнике, если дальше на продолжение нет времени. Появится время, отварите бульон. Хоть в два, хоть в три приема, хоть за неделю. В промежутках опять все сохраняем в холодильнике. Таким образом, вы получите на выходе совершенно потрясающий концентрат. Использовать его можно не только в перечном соусе, который я вам показывал вот в этом ролике, а в добрые сотни других блюд. Я обязательно покажу в каких. Но можете сами тоже что-то придумаете. Итак, понравилось? Ставим пальцы вверх. Если кто-то еще этого не сделал, подписывайтесь, чтобы не забыть, где этот канал находится. Новые зрители, вы можете заглянуть вот сюда. В этом ролике я показываю, где еще можно найти рецепты кулинарной пропаганды. А можете заглянуть под описание видео. Там все ссылки на все соцсети есть. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok